Итак, сегодня хотелось бы поговорить на тему, которую, можно сказать, Господь Иисус затрагивал многократно в Своем учении. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что Иисус сам говорил много в Своем учениях. Он учил народ, Он рассказал нам очень много. Он рассказал нам, Он показал нам Отца Небесного. Он открыл нам Царствие Небесное. Он так много нам явил Отца и открыл нам, что есть на Небесах. Но Он также предупреждал и об опасностях. Понимаете, Он не запугивал народ. Он не наводил страх. И Он не толкал людей к жизни в паническом страхе. Но Он предупреждал. И предупреждения у Него были довольно серьезные. Но представьте, что Вам нужно перейти через улицу. Ту улицу, на которой Вы живете, на которой стоит Ваш дом. Вопрос. Вам страшно это делать? Я надеюсь, что Вы сейчас киваете или мотаете головой, но как-то реагируете на это. Итак, страшно ли Вам переходить дорогу? Я подозреваю, что нет. Если, скажем, Вы перебегаете в какую-то скоростную магистраль, моторуэй, там, где машины летят, так сказать, со скоростью 70 миль в час. Тогда это, конечно, страшно. И тогда это еще даже смертельно опасно. Но когда Вы переходите через свою улицу, с одной стороны дороги на другую, страшно ли Вам? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что Вы знаете об опасности. Об опасности машины, мотоциклов, которые ходят по Вашей улице. И Вы будете внимательно относиться к этому. И перед тем, как перейти через дорогу, Вы посмотрите в обе стороны. И перейдете. Без всякого на то страха. Существует ли опасность? Конечно, существует. Конечно, существует, потому что по Вашей улице ходят машины. Но Вы не боитесь. Вы не переходите дорогу в паническом страхе. Но и не потому, что Вы просто перебегаете перед машиной. Но потому что Вы знаете об опасности. И Вы приняли меры предосторожности. Я думаю, что в учение Иисуса Христа входят многие такие предупреждения об опасностях. Об опасностях, которые есть в духовной сфере, конечно. И не для того, чтобы нас запугать. И не для того, чтобы заставить нас жить в каком-то страхе. Или постоянно думать об этих опасностях. Но для того, чтобы мы могли принять определенные меры предосторожности на нашем пути следования за Христом. Есть такое выражение. Предупрежден, значит вооружен. И я думаю, что оно здесь очень подходит. Как апостол Павел нас предупреждает, что нам нужно быть вооруженными для духовной битвы. Как апостол Павел нас предупреждает, что нам нужно быть в оружии для борьбы Божьей. Ефесянам 6.11 Облекитесь во все оружие Божье. Чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. И сегодня я хотел бы поговорить об одной из таких опасностях. Это опасность лицемерия. Этот грех очень опасен. Он очень опасен, потому что он очень хорошо прячется внутри человека. Он скрывает себя внутри человека так, что человек даже не подозревает, что он заражен. И я хотел бы рассмотреть это на нескольких библейских примерах. Вот один из примеров, которые мы видим в Новом Завете, это пример с апостолом Петром. Как это описывает в послании к Галатам апостол Павел. Галатам 2 глава, 11-14 стихи. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему. Потому что он подвергался нареканию. И до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-языческим, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Я думаю, что ни в коем случае нельзя сказать, абсолютно нельзя сказать, что апостол Петр был лицемером. Но я думаю, что в этом случае он попался на искушение. Он попался, и он не увидел, что он попался, что он лицемерен. Из этого видно, что на крючок лицемерия может попасться абсолютно каждый человек. Начиная от новорожденного христианина и заканчивая главой церкви. И даже непоместной церкви, как мы видим в этом случае. А про человека, про которого даже Иисус сказал, что ты, Петр, на всем камне, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолею. Вот это опасность. Грех, как лицемерие, он скрывается и маскируется внутри, в сознании человека. И на этом примере, и на другом, который мы рассмотрим, мы увидим, что человека, который был близко с Богом. В сознании человека, который любил Бога. В сознании человека, который любил Бога. Служащего Богу. И как мы увидим в обоих этих случаях, что человек сам этого осознать не мог. that the person could not be aware of it themselves. И давайте второй случай рассмотрим. Let's look at the next example. Еще один известный человек Божий. Another famous person of God. Служитель Божий. Человек, знающий Бога лично, ни понаслышке, ни через кого-то. A minister of God who knew God personally, not just by what he heard from others. Человек, который имел откровение от Бога сам, напрямую. Это царь Давид. Это царь Давид, который впадает в грех с Версавией. This is king David who falls into sin with Bathsheba. Как я это понимаю, что именно лицемерие, именно лицемерие подстрекает его оправдать себя и скрыть свой грех. Ведь мы понимаем, что закон был всем известен. Это была одна из десяти заповедей. Не желай, не бери жены ближнего своего. Но лицемерие умудряется оправдать греховное поведение. Оправдать поступки, которые совершены против закона, против любви Божьей. И если внутри эти поступки оправданы, то есть снаружи их надо прикрыть. Мы видим, как царь Давид пытается прикрыть свою неправду. И даже идет на убийство. Хочется вернуться к тому факту, что в этих обоих случаях с апостолом Петром и с царем Давидом люди, знающие Бога лично, имеющие откровения от Бога напрямую. Более того, они совершали подвиги веры. Они попадаются на ловушку лицемерия. Но это не самое страшное. Потому что они тоже были люди. Как каждый из нас, мы просто люди. Мы можем попасться на ловушку. Такого рода. Кто может сказать, что он никогда не лицемерил? Кто может сказать, что он никогда больше не будет лицемерий? Мы все люди, и мы все можем попасться на такого рода ловушку. Но интересен тот факт, что в обоих случаях эти два героя веры не получают прямое откровение от Бога на их лицемерие. Но Богу понадобились другие люди, чтобы открыть им глаза на то, что они попались в эту ловушку. В случае с апостолом Петром, это был апостол Павел. В случае с царем Давидом, это был пророк Нафан. И интересно, что Павел напрямую сказал апостолу Петру, и даже при всех это сказал. И пророк Нафан сказал это царю через притчу. Он не сказал, он подвел его. Он подвел его через притчу, что царь сам осудил свое лицемерие. Это можно прочитать во второй главе царства, в второй книге царств. Но почему вопрос такой, почему Господь не открывает напрямую человеку, который впал в лицемерие? И не просто человеку, потому что человек может быть, не может, обычный человек, христианин, может быть, нет у него прямого контакта с Богом. Но он не открывает это глубоко духовным людям. И то, что они попали в ловушку лицемерия. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я не могу однозначно сказать «потому». И я не думаю, что кто-то может, кроме самого Бога, ответить однозначно на этот вопрос. Но я знаю, что Бог одним действием может совершать очень многое. Может быть, Он не сказал это напрямую, потому что этот грех был настолько скрыт, что человеку было тяжело принять бы это. Может быть, Он не сказал это directly, потому что этот грех был так хорошо искренен, что человек не мог бы это принимать. Может быть, потому что Господь хотел показать, что нужно смирение, чтобы принять обличение через человека. Принять обличение через другого человека, даже когда ты сам имеешь близкое общение с Богом. Я точно не знаю. Но факт остается фактом, что в обоих этих случаях Бог использует других людей, чтобы обличить лицемерие. И еще одна интересная опасность лицемерия, о которой предупреждал Иисус, Матфей 16, 6, Матфей 16, 6 Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. И в Луке есть подобные слова, Лука 12, 1. Там чуть больше, раскрыто. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он, то есть Иисус, начал говорить сперва своим ученикам, Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Мы слышим, как Иисус предупреждает. Но интересен тот факт, что Иисус выбрал определенное слово для определения лицемерия. Он берет слово «закваску». Я предполагаю, что Он мог бы выиграть любое другое слово для этой метафоры. Но Он выбирает именно «закваску». Что такое «закваска»? Закваска — это такая смесь, которую добавляют в тесто. Для того, чтобы тесто поднялось для изготовления хлеба или каких-то других хлебных изделий. Закваску делают из муки, из воды. И в процессе нескольких дней она делается. И она может издавать очень неприятный запах. Но в конце, когда ее перемешивают с тестом, ее абсолютно не видно. Она никак не выделяется. И интересно, что вот именно об ней, об такой закваске пишет апостол Павел, Галатам 5.9. Он пишет, «Малая закваска заквашивает все тело». То есть, «Маленькое количество закваски влияет на весь батон, кусок хлеба. Маленькое количество закваски влияет на все тело. И мы видим, как это повлияло на царя Давида. И мы видим, как его покрывательство греха распространилось так, что привело его к гораздо большему греху. Можно сказать, что оно взбухло, как взбухает закваска, как взбухает тесто на этой закваске. Я думаю, что именно поэтому апостол Павел так резко отнесся к лицемерию Петра. Еще раз прочитаем Галатам 2.11. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканиям. И мы видим, как эта закваска, лицемерие, начала поражать тело общины. Галатам 2.13. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Видите, как здесь сделано ударение, что даже Варнава. Потому что Варнава был один из лидеров христианского движения. Который тоже заразился этим лицемерием. Как и другие иудеи-христиане, которые были вместе с ними. Как сказал апостол Павел, что малая закваска заквашивает все тело. К этому месту, я думаю, что очень хорошо подходит выражение, которое я услышал недавно. Что маленькая ошибка большого человека намного больше заметна и намного более влиятельна чем большая ошибка маленького человека. И мы видим, как это повлияло. Но в чем же еще выражается лицемерие? Я думаю, что это проявление лицемерия открывает нам апостол Павел, когда он обращается к Петру. Я думаю, что апостол Павел shows us a manifestation of hypocrisy when he talks to апостол Петер. Галатам 2, 11-14. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычски, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Why do you compel gentiles to live as Jews? То есть мы видим, что он говорил одно, призывал к этому, called people to it, а на самом деле сам так не жил, but didn't live this way in that moment. То есть он делал другое. И то же самое говорил Иисус, когда он говорил об фарисеях и об саддукеях, книжниках. О том, что говорится одно, а делается другое. Матфей 23, 2-й, 3-й стих. Итак, Иисус обращается к народу и говорит о саддукеях, о фарисеях и книжниках, говорит о лицемерах. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Соблюдайте и делайте то, что они вам говорят. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. То есть то, что они говорят и то, что они делают, резко расходятся друг от друга. Они говорят одно, а делают совсем другое. Не говорят правильно, но они так не живут. И Иисус говорит, прислушивайтесь к тому, что они вас учат. Потому что они учат вас Слову Божьему, они учат истине. Но не берите с них поступков, не берите с их поступков примера. Потому что их поступки не соответствуют Божьему Слову и истине. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают. Потому что если поступать по их делам, брать с них пример, то можно заразиться этим лицемерием и быть как они. Вот эта опасность, о которой предупреждал Иисус многократно в своем учении. Он сделал довольно серьезное ударение на это. Но как же противостать этому? Как противостать этим ловушкам, этим искушениям? Опять-таки, ответ в Писании. Я просто это немножко обобщу. Нужно вникать в себя и в учение. И сравнивать себя с учением. Сравнивать свои поступки с учением. Нужно постоянно видеть свое отражение в зеркале Слова Божьего. Нужно постоянно перепроверять и обращать внимание на свои поступки. И на возможные оправдания собственных ошибок. Нужно продолжать постоянно призывать Бога и Его откровения о себе. И нужно постоянно быть готовым услышать Его обличение. Его откровения о себе. Будь то напрямую от Бога или через человека. Не ища никакого оправдания своих поступков или каких-то отговоров о своих поступках. я благословляю дорогие братья и сестры. Я желаю ежедневных откровений Божьих о вас самих и о нас самих. Аминь. Аминь.